В Симферополе прошли памятные мероприятия, посвященные 63-й годовщине со дня смерти Иосифа Сталина. Коммунисты города почтили память великого государственного деятеля минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске. Дружным строем с гордо поднятыми красными знаменами симферопольские коммунисты идут к мемориальной доске Иосифу Сталину. Собравшиеся вспомнили о великих заслугах советских маршалов, солдат, адмиралов, матросов и всего советского народа Великой Победы. Но не будь Сталина, его стратегического мышления и железной воли уверены люди. Советскому Союзу потребовалось для того, чтобы переломить хребет фашистской коричневой чумы гораздо больше времени. Он с самых первых дней революционных своих шагов страшно ненавидел несправедливость. И эту несправедливость, борьбу с несправедливостью он пронес через всю свою жизнь. Конечно же, это тот человек, который будет историей еще оценен и поставлен на то подобающее место, которое он заслужил. По мнению коммунистов, личность Иосифа Сталина должна сегодня быть примером для современных политиков. Ведь именно при этом руководитель Советский Союз стал сверхдержавой. Если бы сейчас притворить в жизнь идеи не только Владимира Ленина, а и во вторую очередь Иосифа Виссаровановича Сталина, то сейчас бы наша матушка Россия была бы в тысячу раз могущественной, чем на самом деле она есть. Потому что Иосиф Виссарованович Сталин заложил тот потенциал, те возможности в России в образе Советского Союза, ту мощь, тот мощный потенциал во время индустриализации, которым мы до сих пор еще пользуемся. Равняться на опыт отца народов сегодня рекомендует и молодому поколению. Это все-таки стремление к самообразованию. Потому что так же, как пишут его современники, описывая его качество, что он постоянно самообразовывался. Он читал научную литературу, чтобы быть в курсе и вести на равном уровне диалог с учеными по той или иной теме и так далее. Однако не все почтительно относятся к истории нашей страны. В ночь после памятных мероприятий неизвестными лицами была сквернена мемориальная доска. Вандалы забрызгали ее краской. Республиканский комитет сейчас добивается задержания и наказания для виновных.